Андрей Ширяев работает участковым 11 лет. Пришел на службу сразу после окончания Нижегородской академии МВД. Год назад Андрей Владимирович стал старшим участковым. Участок у нашего героя его напарника большой, от Силкина до Чапаева и Кубишева, Карла Маркса и Ленина. На территории живут почти 80 человек, и каждому из них может понадобиться помощь. Есть и неблагополучные граждане, с ними участковому приходится много взаимодействовать. Специфика деятельности участкового полномоченного состоит в первую очередь рассмотрение заявлений обращений граждан, проверка состоящих на учете, проведение с ними профилактической работы. Граждане, проживающие непосредственно на моем административном участке, могут обращаться по мне всем по любому случаю. Мы принимаем абсолютно все заявления, рассматриваем их, принимаем законные обоснованные решения. Чаще всего к участковому обращаются по поводу краш и причинения телесных повреждений. Много жалоб поступает на нарушение тишины. Андрей признается, что служба в отделе участковых уполномоченных позволяет ему все время находиться в тонусе. Работают участковые посменно, с 9 до 18, либо с 14 до 23. Все это время в основном они проводят на ногах, обходя участок. Хотя и бумажной работы достаточно много. Служебный день у нас начинается с вооружения, после чего мы идем на развод, где нам доводят оперативную обстановку. Мы изучаем ориентировки, сводки, получаем на исполнение заявления обращений граждан, после чего мы непосредственно выходим на участок и проводим работу уже непосредственно на участке. 17 ноября участковые уполномоченные отмечают профессиональный праздник. Это подразделение одной из старейших в системе органов внутренних дел. Возникло оно еще при Петре Первом. Но официальные инструкции участковых утвердили 17 ноября 1923 года. Но как бы ни назывались участковые во все времена своей истории, одно неизменно. Они всегда стояли на страже закона и порядка. В этот замечательный день хочется поздравить своих коллег, пожелать им удачи, крепкого здоровья и удачи в службе. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.